Всем доброе утро! Мы сегодня решили покорить вершину с Кристиной и Таней, потому что давно уже не путешествовали, ну и вообще никуда не выезжали, поскольку сейчас карантин и есть запрет на такие вот мероприятия, но мы решили рискнуть, потому что уже просто надоело сидеть в одном городе, Салоу, где мы живем, и хотелось хоть куда-нибудь поехать. Иду действительно очень круто, есть куда походить, конечно, не в такой компании, как у нас сейчас, потому что Кристина беременна, Таня с ногой, у меня она упала еще, когда мы на Новый год катались на лыжах, если вы смотрели этот влог, я рассказывал там об этом, и до сих пор нога не прошла, к сожалению. Расскажи, какое это место с Юрцом нашли. Мы просто ехали куда попало, вот, ну, без слуга, без карты, без ничего. Мы просто ели. По Юраной памяти, да? Да. Прикольно. Приехали сюда к закату, посидели, погуляли, и потом поехали к морю, а по дороге нашли просто ресторанчик и кустую деревушку в стиле греческом, прям все бело-голубое. Так это тут тоже, рядом прям? Да, это недалеко, это прям вот отсюда, прям в окнах, ехать к морю. Как я обещал, беру вас на падл теннис, показать вам эту замечательную игру, которую я так полюбил. И у нас сегодня будет большая игра, потому что будет участвовать не как обычно 4 человека, а целых 6, то есть 3 команды. И после этой игры мы планируем поехать на одно классное место с Кристинкой и Таней и Юрой. Называется оно Сируана, это минут 40 езды от нашего дома. На самом деле не очень далеко, но не верится, что может поменяться пейзаж настолько сильно, всего лишь 40 минут от дома. И мы вам покажем эти виды, эти красоты. Это одно из самых любимых моих мест в Испании. Я тренирую, снимай, снимай тренировку. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добава, давай, поехал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У кого-то про музычка играет, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы тут проходим, кто-то приехал на Тесле, и тут, кстати, когда мы подошли близко, написала то, что нас записывает камера. А мы можем тоже записать. Че бы нет. Вот такая умная машина, да прям? Всем большой привет, мы с Кристиной вышли под вечер немножко прогуляться. И даже нет, мы вышли, скорее всего, заняться спортом, показать вам наши места для спортика. Да, Кристюш, ты уже давно не делала йогурт? У нас багажник просто спорт. Реально, перчатки, ролики, ракетки для тенниса. Падал теннис. И клубничка, которая тут уже пропахла этим запахом спорт. Да. Это жестко не то именно. Я, да, мы ем в тебе. Я, да, мы ем в тебе. Я, да, мы ем в тебе. Вот мы и добрались до нашего места, на котором нету людей, просто безлюдный пляж, не считая, конечно, вот этого человека, который там... Непонятно, что делает. Он что, рисует там что-то? Да, мне здесь очень нравится. Такое умиротворенное. И вообще странно, что здесь людей нет. Помнишь, как этот пляж называется? Калакранс. Калакранс. Интересное название. Какие у тебя сегодня занятия в планах? Упражнения? Я не занималась долго йогой. Хочу позаниматься, вот. Потому что мое тело, мне кажется, стало каким-то вообще деревянным, вот. И, ну, на самом деле, нужна как-то определенная йога. То есть я не смогу сделать многие позы, которые я делала раньше. Покажи, какой у тебя живот уже вырос. Прям большой. Большой. Ничего себе. Шестой недели, получается, по 16. Это, получается, 10 недель. Несколько месяцев страдания, жесткой рвоты и жесткого токсикона. Ну, кайфушки, давай! Покажи, давай! Покажи. Продолжение следует... Продолжение следует... Если вы любите природу и уединение, то это, мне кажется, место именно для вас. Ну, особенно зимой, когда нет туристов. Приехали в наш район, и у нас тут есть множество ресторанов рядом с нашим домом. Вот один из дней, в котором мы были, это тайский ресторан. И что по поводу ситуации с карантином, вроде как они собираются открываться, да? Ну, непонятно. Мы с Кристиной живём в части Салоу, которая более туристическая, и зимой она полностью вымирает. Ну, на самом деле, мы привыкли к этому. Поэтому, в принципе, если хочется какой-то движ, то можно пройтись 15 минут в центр Салоу, и там уже будут люди. И поблизости у нас тут множество дискотек. Мне кажется, все дискотеки Салоу собраны именно возле нашего дома. Буквально тут, ну, сколько идти? Минуты две, наверное, да? Самые известные дискотеки — это Тропикаль, и не помню другие названия, потому что я там ни разу не был, но наслышан. В общем, и мы застали момент в августе, ну, хотя был ещё карантин на самом деле, но было очень шумно, потому что всё-таки дискотеки на то время работали, и слышать постоянно молодёжь, как они тут возле наших окнах пьют, там, выпивают, кричат. Это было жёстко на самом деле. Представь, август с Бебешей уже. Ну, в конце августа тоже появится Бебеша. Ну, да, да, да. Но, скорее всего, нужно будет искать какие-то другие варианты, да? Ну, да. Пишите, что вам интересно, мы расскажем обязательно, возможно, о нашем городочке, где мы живём, или вообще о жизни здесь, как люди тут выживают, если тут работы, ничего нету, чем кто занимается. Я думаю, это интересно. На самом деле мы немножко переживали, когда переезжали сюда, поскольку всё-таки работа в Барселоне, друзья в Барселоне, но спустя время могу вам сказать, что это было лучшее решение, поскольку всё-таки по финансам, то есть даже отталкиваясь от этого, в Барселоне вы можете снять квартиру, как у нас, мне кажется, за тысячу... Ну, Саша за сколько снимал? За тысячу триста, вот, похоже, у них квартира, да, была? Тысячу триста, плюс коммунальные услуги. Это тут тоже, кстати, очень дорого, потому что вот за последний месяц нам сюда пришёл ещё за свет 250 евро, вы задумайтесь, какая-то большая сумма. И мы платим за нашу квартиру 400-450. Тоже услуги не включены, но ощутимая разница. И у нас есть два бассейна на крыше, плюс море рядом. И в карантин, конечно же, не так часто приходится ездить в Барселону, потому что работа реже, туристов нету, вообще нету. Так необычно, как поменялось у людей жизнь буквально за какие-то считанные часы даже, дни часы. То есть очень быстро всё поменялось, и люди привыкли. Уже потемнело прям сильно. Согласна. Что, пока были домой? Да, ну всё, прощайся со всеми. Так что, всем пока. Спасибо, что были с нами на этот день. Да. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok